основополагающим воспитание девочек является идеал добропорядочной жены заботливой матери умелые хозяйки хранительницы домашнего очага и носительницы базовых духовных и материальных ценностей своего народа эти идеи обусловили содержание их приучения к женским обязанностям через систему 7 талантов женщины соответствии с названной системой девочки должны были овладеть семью умениями умением оказывать родителям почтение речами угощением и мягкой постелью умением воспитывать детей хорошими людьми умением вести дом хозяйство поддерживать семейный очаг умением ухаживать за домашними животными умением готовить молочные блюда умением уважать мужа и принимать гостей быть хозяйкой серебряного наперска владеть искусством шитья женская работа во все времена считались самыми трудными в кочевой семье девочку учили вас воспитывали как будущую мать хозяйку воспитательницу кулинарку мастеру по обработке различных видов домашнего сырья партниху и швию все это предполагало формирование развития духовности процесс воспитания девочек имел наставнический характер включение девочек в традиционные женские виды занятий начинались очень рано они помогали мамам присматривать за младшими а также с мелких домашних делах шести-семи лет принимали участие в уборке жилища в очистке шерсти всучивание ниток вязание рукавиц и носков в изготовлении потников переметных сумм тонких волосяных веревок в этом возрасте их учили доить обрабатывать молоко готовить молочные блюда консервировать и хранить другие виды продуктов с весны учили сушить оставшиеся зимы мясо 8-10 лет работы прибавлялось участвовали в приготовлении еды постеменно заимствовали у матери опыт кройки и шитья украшения одежды осваивали несложные способы вышивки помогали выделки шкур и меха дымление готовой овчины катание войлока изготовление волосяных веревок в конце лета девочки участвовали в процессе выделки шкур это позволяло им 12-14 годам полностью усвоить богатый практический опыт старших покорений женщин для вязаных изделий девочек учили отбирать шерсть с определенных мест такая работа требовала усидчивости и терпения постепенно матери начинали приучать девочек нормам общественной жизни и брали их с собой в поездки к родным на свадьбу на другие семейные праздники они должны были в этих ситуациях учиться общению с родственниками вообще общение и поведение было строго регламентировано поэтому девочкам предъявлялись повышенные требования и со стороны матери и со стороны общества чрезвычайно поощрялась как можно быстрое и раннее приобретение требуемых семи специальностей которые одобрялись кочевым этносом в женщинах изучение вопросов воспитания детей у кочевников приводит к выводу что этнос процессе своего формирования и развития создал интересную самобытную педагогику уходящую своими корнями патриархальный характер семьи родового общества воспитание детей в кочевом обществе неоценимое значение имели родной язык фольклор речевой и поведенческий этикет представление о красоте семья первый альбом для новорожденного на калмыцком языке мендефт nb здравствуйте это я так жизнерадостно называется этот альбом стильный современный дизайн текст на калмыцком и русском языках а также информация калмыцких обучаях и традициях связанных с рождением детей делают его уникальным вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного а также о таких важных моментах которым наши предки уделяли особое внимание как положение в колыбель разрезание пул бросание шапки под ножки начинающим ходить срезание первородных волос этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка по вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона указанного на экране